Результаты исследования команды вирусолога Хендрика Штрека из Хайнсберга полностью перевернули представление о путях передачи новой коронавирусной инфекции. Тщательно обследовав квартиры зараженных коронавирусом COVID-19 в городе Хайнсберг, где эпидемия началась раньше других немецких городов и где много заболевших, ученые пришли к выводу, что на поверхностях жизнеспособных вирусов нет, только нежизнеспособные. Ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бочков, ни на кошках вирусологи команды Штрека не обнаружили. Даже в домах, где были инфицированы все, не нашлось ни одного жизнеспособного вируса на поверхностях. Заразиться в парикмахерской, супермаркете, магазинной одежды согласно Штреку невозможно. Восклицательный ли знак ставить в конце этой новости или вопросительный, обсудим с нашей гостьей. Сейчас всем добрый день. Это «Твое утро» на Днепротиве. Меня зовут Наталья Корскова. И в ближайшие минуты угадайте, о чем мы будем говорить. Коронавирус. Разные аспекты. Что мы знаем сегодня о нем, что не знаем. У нас, мне кажется, многие уже превратились в экспертов по этой теме. И компетентных мнений все равно не хватает. И у нас в прямом эфире Татьяна Мартыненко, специалист департамента здравоохранения Днепровского гурсовета. Доброе утро. Доброго ранга. Несмотря на то, что тема у нас называется «Что мы знаем о коронавирусе», я вас очень хочу спросить, а что мы о коронавирусе еще не знаем? Я в связи с тем, что коронавирусная инфекция – новая инфекция для света. Мы, мабуть, много чего не знаем. И до конца не знаем противовирусные препараты эффективные, чем лековать, и какие наследки эта коронавирусная инфекция будет иметь в будущем. Ну а сколько времени нужно для того, чтобы не только распознать, но уже и изучить инфекцию, которая появляется, тем более которая оказывается настолько небезопасной? В среднем сколько нужно у этих времени? Ну, несколько лет для того, чтобы полностью, ну не полностью, но и больше, но и больше, чтобы узнать о инфекции, о ее последствиях. Но ведь коронавирусов много, и они были, и раньше были. Почему вот это так вот сдетонировал? Ну, потому что это новый коронавирус, он, ну, походжение до конца невидимо, но в связи с его особенностями, и его раньше не было, и так вот… Ну, это, вот, позвольте все-таки докопаться до какой-то истины, хотя я понимаю, что весь мир пытается докопаться до какой-то истины, а если вы не имеете этого ответа, так и говорите, потому что я понимаю, что умы ученые, профессура бьются сейчас. Это совершенно новый или это какая-то мутация, вот по вашему мнению? Ну, это, я в связи с геномом этого вируса, это новый коронавирус. То есть совершенно все-таки новый, да? Так, да, ранее неведомый и невыгченный. А есть у вируса, вот предположим, какую-то математическую модель, есть у него какая-то понятная история эволюции? То есть вот он развивается, он находит в себе носителя, да, это, как оказались мы, человеки, он прекрасно себя начинает чувствовать, эволюционирует там, в человеке, и потом, возможно, алгоритм пойдет на снижение. Вот какая-то стратегия у вирусов есть? Ну, это вопрос для вирусологов, но больше. Поганий прогнозированный признак того, что коронавирус, от начала, скажем так, за думкой ученик, это был вирус для средств животных, ну, а потом он заменил вид, ну, непоганый прогнозированный... Ну, он эволюционирует, думает, что я вот живу. Так, ну, что он вышел за межи одного виду. Это очень поганый для вирусов, поэтому они могут расповсюдживаться, и дальнейшее будет модовать, и, ну, мы не знаем, может, через несколько лет он будет иметь совсем другой взгляд, цей коронавирус SARS-CoV-2. Все-таки еще под лупой изучают, и весь мир излучает, и к чему-то придет, пока никто не знает, но, тем не менее, уже сейчас появляется очень много новостей. Израиль изобрел вакцину, Россия изобрела это вакцину, Америка заявляет, по-моему, Трамп в две недели говорил о том, что вот первое, значит, я прививок не боюсь, если надо, уколюсь, только выберите меня, пожалуйста, президентом, еще чуть-чуть, наберитесь терпения. Вот в ближайшее время вакцина реально может появиться, или это все-таки фейк и попытка как-то пропиариться? Ну, досить таки масштабные досліджения проводятся, и уже декілька вакцин вийшли на третий этап досліджений. Мы маем надею, звестно, что скоро появится, появится вакцина, у которой будет доказана эффективность. Вже не одна організація заявила о вакцине, яка мает эффективность среди людей. Поэтому, конечно, мы маем надею. Но вот все равно вакцина должна разработать, потом как-то доказать, что она безопасна, там, на кошках, как бы это жестко там ни звучало, да, и только потом она должна попасть к людям, я так понимаю, механизм выводить такие вакцины? Ну, третий этап до досліджений, когда досліджения проводятся на людині, и уже деколька фирм заявили о том, что досліджения на людині мают эффективность. Но ведь весь мир невозможен. То есть, в первую очередь, будут прививаться наиболее какие-то уязвимые группы населения, кто эти люди, кто должен прививаться в первую очередь? Ну, соответственно, до информации Министерства охороны здоровья, в первую очередь, это группы рисков, которые, как работники закладов охороны здоровья, также до группы рисков належат освятяне школы и детские садочки, которые имеют большую количество контактов, и на данный момент есть информация, что они чаще заражаются. Также группы рисков – это люди похилого века, особенно те, которые пребывают в закрытых закладах по догляду. Также, например, те люди, которые принимают участие в ликвидации наследствах, это МЧСники и другие. Ну, те, кто соприкосляется, и те, кто в силу своего... Так, и за станом здоровья, каким очень опасно перенести коронавирусную инфекцию. Ну, как показывает исторический опыт, все-таки без массовой вакцинации нам не обойтись. Главное, чтобы вакцина действительно была реальная, реально была работающая. Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас немножечко сработать на опережение и привиться? Возможно, вакцина не от коронавируса, но какой-то такой, который бы облегчил возможное течение болезней. Или уже поздно? Вот 17 ноября уже поздновато. Ну, речь в том, что коронавирусная инфекция не отменила все инфекционные заболевания. Они, как были, так и есть, и продолжают существовать и бактериальные, и вирусные заболевания, и в том числе и грипп, и инфекции. Поэтому необходимо вакцинироваться. Это доказанно эффективный вид профилактики. Поэтому, если пока показано, то нужно вакцинироваться. Наразі актуальна сейчас вакцинация от гриппа, например. Вот сейчас еще можно. 17 ноября еще не поздно, да? Не можно, а треба. А вот некоторые медики советуют еще и делать профилактическую прививку от немокока для того, чтобы избежать невмонии, риска пневмонии. Это оправданная рекомендация? Да, в нашем календаре, национальном календаре щеплення пневмококковая вакцинация от пневмокока перебывает в разделе рекомендованных вакцинаций, так же самое, как и грипп. В любом возрасте можно делать пневмококковую вакцину? Ну, это в зависимости от заболеваний, которые имеет человек. Ну, если будем считать, что человек среднего здоровья, без особо каких-то хронических. Ну, в календаре зазначено, что рекомендовано для пациентов, у которых есть сопутные заболевания, разноманитные, так. Но, ну, если человек желает, он может проконсультироваться с семейным лекарем, и семейный лекарь ей даст рекомендации. Теперь давайте еще раз вернемся все-таки к тому, что мы знаем о коронавирусе. Переболевший человек, заразен ли он для других? Вот остается ли он носителем? Ну, носеев на данный час не доказано, что они носеи. И, соответственно, до нашего наказа Министерства охороны здоровья, то людина перестает быть заразной через 10 дней плюс 3 дней полного отсутствия клинических проявлений. То есть, ну... В среднем 2 недели? В среднем, так. Ну, 13 дней и больше, так. Но последние 3 дни должны быть клинических проявлений. Ну, это та информация, те исследования, которые проведены на сейчас, которые нам позволяют сделать такие выводы. А можно ли заболеть вот за сезон второй раз? Так, надо... Мы спостерегаем... Что ж такое? Так, спостерегаем среди деяких наших пациентов те, что у них повторная реинфекция пребывает. А третья? Ну, на данный час у нас есть реинфекция в другой раз. Ну, а какое-то время хотя бы держится иммунитет? Вот после... Деяколько месяцев. Несколько месяцев все-таки есть, да, вот такая защита. Но это говорит о том, что не нужно нехтуватиме засоба индивидуального захиста даже после того, как пациент перехворил. В любом случае, потому что в этот случай организм ослаблен и неизвестно, куда снаряд попадет, да? Да. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вот материала для исследования мало. Я не говорю про материалы. Материал именно для обдумывания. То есть, ну, по большому счету, меньше года, да, мы находимся в этой реальности. Но вот все равно ваш опыт подсказывает, какая-то хоть сезонность наблюдается у коронавируса? Ну, мы ждали лето, надеялись, что вот все-таки тепло каким-то образом погубит. Кто-то в сауны, не в сауны, в солярии ходил для того, чтобы как-то вот хорошо... Ну, у нас... Ну, у нас в свете, коли в нас было лето, то, ну, там, весна, то в деяких странах было лето, и в них також спостерігались эпидемии и в разных климатичных странах с разным климатом. Тому мы не можем сказать про какую-то сезонность. То есть, вот, Тань, все-таки сезонности мы не видим. Вот очень странная. Ну, не было так. Если бы была сезонность, то, например, это было бы для певничного півкуля або там какого-то какого-то другого частини света. Но у нас... Ну, на полюсах говорят, пока коронавируса нету, наверное, там просто маленькое движение. Плотность населення. Уже сейчас, после первой волны, появляются данные интересные исследования. Одно из них я только что озвучивала, о том, что вирус на поверхностях не выживают. Вы можете это прокомментировать? Ну, в наших... В нашими наказами регламентована додержание протиемиологических заходов, в том числе, для уникнения заражения от поверхностей. когда вирус, как человек, там чихнула, кашлянула, он активный какой-то час, потом его активность снижается, и поэтому заражение, возможно, как сразу, когда... Ну, вот второй тур. Уже, как бы, мы посмотрели результаты первого, скачка не было. Второй тур. Безопасно ли туда идти? Безопасно ли идти голосовать? Безопасно идти с додержанием протиэпидемических правил. Это маска, это дистанция, это своя ручка и обработка рук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова